Когда-то на этом месте был пустырь, а сейчас сутки напролет идет строительство многоквартирных домов. Вскоре тут будет новый микрорайон. Этого события леньгерцы ждали много лет. Один многоквартирный дом уже построен. Акимат провел инспекцию и скоро новоселы заселятся в свои квартиры. Этот дом построен по государственной программе «Доступное жилье». Те, кто стоит в очереди, уже к концу года в свои квартиры заселятся. Сейчас мы ждем итоговый осмотр дома. Это не арендное жилье, а квартиры получат очередники, дети-сироты, малоимущие семьи, ветераны Великой Отечественной войны. Всего в районе у нас в очереди на жилье стоит 3080 человек. Из них уже более тысячи получат новые однокомнатные двух- и трехкомнатные квартиры. Многоквартирный дом построен с учетом последних требований. Для каждой квартиры установлен индивидуальный счетчик. И теперь жильцам не придется платить средневысчитанную сумму за отопление. Каждый квартиросъемщик будет оплачивать лишь реально потребленное количество тепла. Тут уже стоят электронные тепловые счетчики. Теперь каждый житель может сам регулировать тепло в своей квартире, насколько ему нужно. У него будет сумма идти неопределенная, как там, допустим, хочешь не хочешь, 6 тысяч платишь, к примеру. Хотя у тебя холодно, у многих там махатут, ты уже конкретно знаешь, какое у тебя тепло было. Показывается все. Вплоть до даты. Десятая, десятая, десятая. И помимо инвалидов сюда сможет подняться женщина с коляской в любой момент. Также, если дети, допустим, будут подниматься, они по весу очень легкие. Никто, даже играющий, играется, если будет играться, не повредит себе ничего. Легко собирается, легко разбирается. Если бы мы поставили пандус просто лежачий, возможно, было такое, что люди повредили бы себе ноги. Новоселам уже к концу года торжественно вручат ключи от квартир. К слову, уже к 2018 году, по словам руководства района, в Ленгере откроют по государственной программе новый благоустроенный микрорайон, где построят еще 8 многоэтажек для очередников. Мы планируем сделать наш райцентр большим полноценным городом. Хотим благоустроить территорию города, улучшить инфраструктуру. Сейчас идет строительство новых домов. Я очень надеюсь, что уже в 2018 году мы заселим всех, кто стоит на очереди. А их, кстати, немало. На этом руководство города останавливаться не собирается. В планах не только строительство новых домов, но и модернизация старых. Шудин Саидов, Халамжан Ерназаров, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «ОтРАВ». Саидов, Халамжан Ерназаров, Ербол Махашев, Ербол Махашев.